По итогам последнего матча с испанцами сборная России занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Европы. Победа далась русским медведям нелегко. Им удалось опередить европейских соперников всего на два очка. Причиной такого небольшого разрыва стала серия ошибок, допущенных российскими регвистами во втором раунде. Сейчас время поработать над промахами и не допустить их в следующей встрече. Времени много нет, надо команду восстановить после матча. Поэтому такая точечная работа по конкретному сопернику, соответственно, с исправлением своих конкретных проблем. Есть проблемы и в нападении, есть проблемы и в защите. Команда Александра Первухина вновь нацелена на победу. Сейчас в копилке сборной 17 очков. Домашний матч, который состоится на центральном стадионе Югспорт 13 января, обещает быть особенно зрелищным. И, как отмечает капитан команды, им нужна поддержка болельщиков. Тем более, что вход на трибуны свободный. Каждый год к нам приходит все больше людей. На матчи открытия этого года против Испании было очень хорошо слышно. Были слышны русские песни, крики, гармония была слышна. Поэтому это действительно, когда играешь где-то в подсознании, иногда даже в каких-то перерывах в игре, ты это слышишь и действительно тебя поддерживают. То есть, огромное спасибо за то, что уже приходили. И мы очень ждем всех гостей города Сочи, жителей города Сочи. После встречи с немцами у русских медведей будет встреча с румынами. Она пройдет 27 февраля. Затем российские рэкбисты вновь вернутся в Сочи 3 марта. И начнут подготовку к матчу со сборной Грузии. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.